ребят всем привет давно залива видео не было давайте рассмотрим несколько видосов значит первый у нас это судно которая потерпела бедствие не так давно в черном море а есть Это моё корабль армии, мой корабль, мой корабль, армия, армия. Тонем, с ёбой, с ёбой! Видим, погода достаточно неплохая, могу быть и хуже. Просто судно переломилось, пришёл тот момент, когда оно исчерпало свой ресурс. И просто переломилось. Действия экипажа, понятно, что немножко на панике, гидрокостюмы. Насколько мне известно, по информации, кто-то пишет, что 6 человек погибло, кто-то пишет, что никто не погиб. Не знаю, точно не буду вам сейчас утверждать. Тем не менее, в любом случае при такой ситуации нужно сразу же сообщать, что капитан сделал ближайшие суда. Даже по видео видно, как в обзоре два судна. До них в любом случае можно докричаться. Если ты просто по УКВ не вызовешь, то можно и по аистам сообщения послать везде. В какой-то, не знаю, даже до имейла найти. Но, конечно, времени мало всё это сделать. Погудеть даже можно, в принципе, чтобы привлечь внимание. Но эти люди, я так полагаю, опошлись только вот таким методом. Позвали. Майдэй, майдэй. Всё, судно терпит вествия. Пришёл ему кирдык. Не знаю, какой из Сормовской постройки или не Сормовской. Ну, что-то вроде из этого. Судно там больше 40 лет. Поэтому тут, конечно, работать на таком судне действительно страшно. Я ещё, когда работал в 2009-2010 году в Вилсоне, был матросом, мне матрос ещё рассказывал, говорит, он работал на подобном типе судов. И ему как бы совсем не понравилась, совсем не понравилась такая работа. Потому что в Шторма, вот эта носовая часть, она просто гуляла. Знаете, как вот, не знаю, как струна, короче, постоянно дребезжала. Чем сильнее Штормс, соответственно, тем сильнее нос гулял. То есть можно было встать и смотреть. Ну, видите, сколько прошло времени. Конечно, он не на этом наверняка судне работал, хотя кто его знает. Всё, усталость металла, да, расшаталась, раскачалась. Ремонты производились наверняка не должным образом. Хотя что там сделать, если металл уже там по 3 миллиметра, а то и меньше, да. Поэтому уже вари, не вари, всё равно рано или поздно где-то переломится. Конечно, попадать в такую ситуацию страшно. Главное, без паники. И все средства спасения использовать. Гидрокостюмы, сразу бежать, все плоты скидывать, все. Включая лодку, если есть время. Судно же не утонуло за минуту. То есть у них там было какое-то время всё это дело, значит, подготовить. Ты же не будешь гидрокостюм одевать и сразу в море прыгать. Если у тебя судно ещё пока не утонуло, да. И оно утонуло наверняка не прям, ну, не знаю там, не перевернулось. Ничего такого же не было. Оно просто начало брать воду в трюм, да. Соответственно, вот. Понятно, там уже перегруз. Через определённое время там судно просто, да, уже, соответственно, деклайн утопил. Всё, судно уже перегружено. Соответственно, оно пойдёт на дно. Вот. У них было время. Может, кто-то увидит это видео. Скажите, сколько же всё-таки времени прошло от момента перелома до затопления. Может, кто-то работал на этом судне и смотрит сейчас мой канал. Мне очень интересно узнать, что в такой ситуации вообще делалось. Потому что видео обрывается на самом интересном. Вот. И, как бы, достоверной информации я пока нигде не нашёл. Ну, всё. Вот по этому видео давайте дальше поехали. Следующее видео. Это у нас уже обледенение. Я с женой разговаривал. А так? Вот у нас был переход с Петропавловска на Камчатский Владивосток. Шли больше недели, полтора суток прятались. Тайфун, там не циклон, там тайфунище был. Волна была до десяти метров. Последствия перехода. Это Ярик наш, блядь, паучок. Ё-моё, щас упаду. Если чё, извиняюсь за русский свой. Но здесь просто извиняюсь, пиздец. Извините, родные и близкие. Но это просто жопа. Это такая жопа, нахуй. А щас все здесь, блядь, помирают. Вот это, блядь. По северным районам ходить и встречаться с такой погодой, это вполне нормальное явление. Бороться, опять же, с обледенением нужно. Пришли, если в порт, ни в коем случае не выходить опять в ту же погоду, тем более. Капитан должен дать указание, что никуда не пойдем, пока у нас борьба, так скажем, за живучесть. Даже в порту, пока лед весь не отобьем, никуда не пойдем. По крайней мере, мы так делали. Мы отбивали весь лед, там, двое суток. Время погрузки. Если нужно, то можно даже задержаться. Потому что это ваша жизнь, ваша ответственность, если вы капитан. Тем более, вы несете ответственность за людей. Поэтому ничего страшного подождут. Никто тут не обеднеет. В любом случае, судовладелец против не будет. Нормальный, адекватный судовладелец. Ну, как-то так, вкратце. Давайте следующее видео. Так, здесь у нас парнишка вышел на море, да, покупаться. А тут такая красота. Как получается так, что суда оказываются на берегу? Ну, скажешь, понятно, шторм, тайфун и так далее. Вот. А самая главная причина, это, конечно же, невнимательность при якорной стоянке. Очень часто такое случается, когда судно начинает нести. И в это время, как бы, должного внимания нет, да, за позиции судна. Соответственно, если уже понесло, более стечение, ветер. Штурман. Пропустить это время 5-10 минут. А то и больше. Соответственно, оно просто там на милю, на две спокойно снесет. И вы просто окажетесь уже на миле. Вот. А если еще, к тому же, погода будет внезапно ухудшаться, то, соответственно, шансов уже выбраться практически не будет. И реально таких случаев очень много. Вот один случай мне рассказывал один из матросов филиппинских. Их в фоне там тоже судно выкинуло на пляж именно из-за того, что проморгали вот этот момент штурмана. И все. Начался тайфун. Соответственно, судно вынесло вот так вот на берег. Просто не успели даже завестись. Тут уже на прогноз погоды также смотрим вовремя. Капитан особенно дает указания, когда уходит. Погода портится. Смотрим за ветром. Постоянно смотрим за позиции судна. За сносом. Самое главное. Так, ладно. Поехали дальше, друзья. Так, здесь у нас перевозка леса методом толкания, буксирным судном. Я так полагаю, здесь три баржи. Но видео не очень качественное. Что, пиздец, разгрузилось? И что-то происходит внезапно непонятное. Носовая баржа, видим, пошла влево. То есть, либо там мелководье. Возможно, что-то цепанули. Что-то вроде этого, да. Соответственно, там много не надо, чтобы накренить ту баржу. Соответственно, у них получилась цепная реакция. Вот. И первая баржа, которая пострадала, ближняя уже к буксирному толкателю. В чем причина? Понятное дело, что погружено неверно. Во-первых, леса много. Он не закреплен. Фактически вообще никак. Там какие-то троса непонятные. Их толку нет. Я так же понимаю, что люди ходят по речке. Но нужно учитывать то. Я маневра здесь не вижу. Я вижу только здесь почему-то баржа уходит. Такое ощущение, что оно просто втыкается в мель. Вот. Самого маневра тут не наблюдаю. Вот. И, как следствие, вот такая ситуация возникла. Грузить лес на открытую палубу, не крепить. Это, я считаю, безумство. Особенно в таком количестве. Я понимаю, если еще будет лежать леса там, ну, по высоту, может, метра три, да? Четыре. Но когда там, я не знаю, высота семь-восемь метров, ну, естественно, небольшое какое-то накренение. Даже резко повернешь. Соответственно, лес может поехать. Просто, ну, физика, да? Центр тяжести уходит. Вот. Смещается груз. Никогда не ходите на таких судах, где увидите, что такое происходит. Блин, лучше уезжать домой, брать билет на поезд там или на самолет, если вы в Россию. А это произошло в России. Поэтому, друзья, лучше нафиг уходить искать что-то другое. Потому что людям, которые работают на данных судах, они не понимают, что так делать нельзя. И я не хочу сейчас никого обижать, говорить, что я там работаю под флагом и по хера ты вообще так базаришь. Да нет, просто нужно понимать специфику своей работы, что вы делаете. Просто распиздяю, хватает на флоте. Думаю, многие со мной согласятся. От этого никуда не уйти. Безнаказанность. Раз перевезли, два перевезли. Безконтрольность. Все приводит к таким печальным последствиям. Так, дальше. И, к сожалению, такой вот неприятный случай. Стопом здесь не виноват, троса не порвались. Наверняка лашинг, троса идут с судна. Моряки все закрепили. Этому осталось только поднять. В чем причина? Возможно, не работает компьютер, который лимит выставляет. Когда уже все, точка опасности сигнализирует, что все, стоп, дальше нельзя. Возможно, он вообще не работает. Опять же, безграмотность самого. Человек, который управляет этим манипулятором. Я иначе его не зову какой-то вообще. Ну, поднимая такой контейнер. На таком небольшом виде крана. Как его назвать? Не знаю правильно. Пишите. Это большой риск. То есть, здесь элементарно нарушение техники и безопасности. И техники эксплуатации данного транспорта. Соответственно, он поднял. Подумал, что да, все нормально. Можно и дальше. Но, не знаю, у некоторых людей даже нет элементарного понимания того, что при вылете стрелы, соответственно, нагрузка-то уже другая. На саму стрелу уже начинает краница. У него там никаких опор не выставлено, ничего. Если они там вообще... Колеса же не будут держать. Колеса там, что у них? Опора. Вообще ни о чем. Поэтому все это дело поехало на судно. Перевернуло. Даже судно перевернуло. Но вы представляете, насколько тяжелый был контейнер. Как вариант, еще ошибка была в весе его. То есть, может дали один вес, а оказался другой. Иногда это выгодно, потому что, в любом случае, ты платишь за вес. То есть, указали один, а на самом деле там, не знаю, на 20-50 тонн больше. Ну, я много, конечно, говорю. Здесь в контейнере, что только, не знаю, там разве только какой-то тяжелый материал будут перевозить. Такой, чтобы просто повесил. Вот. Я думаю, что там, конечно, меньше намного. Контейнер, конечно, большой. Ну, может быть, тонн 50-60. Ну, как и видим, что баржа тоже небольшая. Много ей не нужно. Вот. Поэтому, как-то так. Чтобы избежать подобного, нужен вообще тотальный контроль. Даже если он двигал этот контейнер, да, опускал стрелу. То есть, если уже видишь, что колеса чуть-чуть дернулись. То есть, можно было поймать какой-то момент, да, чтобы назад в обратку дать. Но почему-то этого никто не сделал. Соответственно, как бы вот такая ситуация неприятная. Не дай Бог кому-то встречаться. Будьте аккуратны. И самое главное, не стойте поблизости, когда проводят данные операции. Потому что вы сами можете пострадать. Как видим, ребята спаслись. Не знаю, как там остальные, сколько у них экипаж. Потому что очень быстро все произошло. Тоже достаточно опасно. Все. Сегодня такое вот видео. Короткое. Следующее будет поинтереснее, ребят. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.